Высказывайте своё мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 и.м. Будь в центре событий. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, в эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я, Анатолий Червец. Все вы участники этого шоу, которые позвоните по телефону 847-400-5200. И нас вы можете слышать на нашей страничке в интернете www.radionvc.com, на нашей страничке Facebook RadioNVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале RadioNVC. И, зайдя на этот YouTube-канал, пожалуйста, нажмите кнопку регистрация или subscribe, станете получать от нас последние известия и последние новые программы, опубликованные на YouTube. Ну и, конечно же, те, которые желают нас смотреть через свои электронные гаджеты, пожалуйста, загружайте наше бесплатное приложение, если вы пользуетесь iPhone'em iPad'em, сможете нас видеть и слышать таким образом, ну а те, которые используют платформу Android, пожалуйста, через ваш браузер выходите на нашу страничку и также станете участниками нашего шоу. Заранее прошу прощения за свой, так называемый, французский прононс, немножко, как говорится, мышки скребут в глотке. Ну, ничего, мы с этим справимся. Ну и, так как, я думаю, вы уже поняли, сегодня программа Яна Йоффа «Странички истории» в эфир не выйдет, ну, по кое-каким обстоятельствам, но, тем не менее, я надеюсь, что обязательно выйдет следующий вторник по расписанию, а пока мы с вами получили такой подарок, экстра-час нашего с вами общения. Итак, в эфире программа Сергея Зацепина «Политкорректное ток-шоу». И мы сегодня, я думаю, вот в этот первый час, да, кстати, хочу еще объявить о том, что «Политкорректное ток-шоу» также выйдет в наше обычное время в 5.30 вечера, мы с вами будем до 7 часов вечера, так что те, которые не смогут подключиться сейчас, пожалуйста, подключайтесь в 5.30 вечера, мы обязательно будем общаться, будем с вами разговаривать. Ну, а пока хотел бы обсудить вот такую ситуацию, где, ну, вы все, я думаю, знаете или, по крайней мере, слышали о том, что нам не дают, вернее, не так нам, как нашему президенту Трампу, скучать не дают, вернее, он нам скучать не дает. И, как всегда, президент, вот у нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Уже нет звонка, понятно. Окей. Итак, я надеюсь, что вы знаете, что сейчас новый сыр-бор начался из-за того, что Трамп, как сказать, начал твитовую войну с председателем комитета по надзору, с Элайжей Каммингс. И все это началось, в принципе, по очень достойной и абсолютно правильной причине. Те из вас, которые либо слушали, вернее, которые смотрели слушание комитета по надзору в отношении так называемого департамента по Homeland Security, по домашней безопасности, все имели возможность наблюдать такую картину, где председатель комитета Элайжа Каммингс, ну, просто самым серьезным образом прессовал исполняющего обязанности директора Тама Маклинана, или Маклинан, как его называют, где Элайжа Каммингс устроил просто, ну, вот самую настоящую театральную сцену, возмущаясь, стуча кулаком по столу, тупая ножками своими, кричал на директора Homeland Security в том отношении, что, как это так, вы содержите детей в таких условиях, мы себе такого бы не позволили, мы там, ну, и так далее, и пошло-пошло-поехало. Причем, самое интересное то, что, конечно же, никакого отношения директора этого департамента не имел по отношению именно к тем условиям содержания, за которые на него орал Элайжа Каммингс. Он, сейчас одну секундочку, вот, теперь будет лучше слышно. Итак, он, конечно же, все время пытается объяснить Конгрессу вот эти ужасные условия и просят деньги на то, чтобы улучшить условия содержания, в принципе, как детей, так и взрослых. Конечно же, ему никто этих денег не давал. Кричали, что это все кризис, выдуманный Трампом, ну, и так далее, в общем, короче говоря, конечно же, довели до того состояния, где, так как никто не собирается проводить реформу эмиграционную и закрывать те, как говорится, лазейки, которыми пользуются нелегальные иммигранты для того, чтобы попасть в нашу страну, то, конечно же, у нас на границе происходит перенаселение нелегалов, ну, и, соответственно, и с этим приходится как-то бороться с их, будем говорить так, с их оккупацией или с их местонахождением в наших местах временного содержания. Так вот, Элайжа Каммингс устроил из себя такого сердобольного защитника детей нелегалов, брызгал слюной, кричал на господина Меккленена и, в общем, короче говоря, чем вызвал, в принципе, очень серьезную бурю возмущений со стороны нормальных людей. Давайте говорить так, тут не нужно быть демократом или республиканцем, нужно просто немножко знать о том, что происходит как на границе, так и в Конгрессе. Так вот, люди, которые за этим следят, они, конечно же, возмущались. Почему? Потому что они понимают, что Меккленен не имеет никакого отношения к этим условиям содержания. Ну, а те некоторые случаи, которые действительно происходят с тем или иным ребенком, которого задержали дольше, чем положено или дольше, чем обычно, ну, опять же, на это есть обстоятельства. Обстоятельства могут быть различные, начиная от того факта, что взрослый, с которым этот ребенок пришел, абсолютно не является его родственником, тем более отцом или матерью. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство бывает очень, к сожалению, происходит такое, где дети заболевают или приходят уже больными и занимает намного дольше их как-то вылечить, поставить на ноги, поэтому их приходится задерживать вот в этих так называемых пунктах задержаний. Ну, а вот то поведение Элайжи Каммингс в принципе и вызвало вот возмущение и вот этот твит, который Трамп написал по поводу вот выступления Элайжи Каммингс. Твитт сам из себя составлял такую ситуацию. Трамп написал, что на сегодняшний день город Балтимор, кстати, Элайжи Каммингс, простите, одну секундочку, сегодня теплая водичка, это мой друг. Итак, Элайжи Каммингс является представителем именно от округа города Балтимор, чтобы вы все поняли, почему Трамп обратился именно по поводу этого города, который действительно со времен еще Обамы, не потому что мы относимся предвзято к Обаме, дело не в этом, то есть это само собой, но дело не в этом. Еще со времен Обамы этому городу было выделено более 16 миллиардов долларов на восстановление вот этого города. То есть, почему? Потому что город из себя представляет просто рассадник бандформирований, рассадник преступности, рассадник грязи и рассадник вот этого нападения крыс на этот город. То есть, там просто весь город ползает от количества этих крыс. Так вот, было выделено 16 миллиардов долларов на этот округ, который представляет Элайжи Каммингс. Значит, по данным учета, из 16 миллиардов было потрачено всего-навсего 8 миллионов, прошу прощения, 8 миллионов на нужды этого округа. Остальное, как говорится в песне нашего замечательного Владимира Высоцкого «Где деньги, Зин?». Ну, в общем, короче говоря, Трамп по этому поводу очень серьезно наехал на Элайжу Каммингс и сказал абсолютно четко, что вместо того, чтобы кричать на директора Homeland Security, вы бы лучше занялись своим округом и посмотрели, что у вас творится в округе. Тут же, тут же, Элайжа Каммингс больше ничего не нашел другого, как ответить, а ты расист и вообще во всем виноват ты. Давайте привем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Спасибо за вашу передачу. По поводу Балтимора хочу вставить пару слов. Я там не был, может, никогда не побываю, но всем рекомендую, кто интересуется вопросом, посмотреть фильм замечательный, HBO, сериал или сериал, называется «Wire Season 2». Это как раз действие происходит в Балтиморе, и все хорошо показано, так что Трамп выразился очень мягко по поводу Балтимора, и все очень мягко. Вы абсолютно правы, абсолютно правы. Есть такой сериал по HBO, называется «Wire», но именно второй сезон, и там действительно, там показана вся вот эта весь ужас того, что происходит в городе. Спасибо вам большое. Но вы понимаете, ведь просто так ничего не происходит. Как бы мы с этим не сталкивались, просто так ничего не происходит. Но что мы сделаем, так как подошло время уйти на рекламную паузу, давайте мы прервемся, и потом мы обязательно обсудим вот ту ситуацию, которую создала вот эта переписка между Трампом и Элайжей Каммингс. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие друзья, мы прослушали очень важные сообщения от наших рекламодателей, и сейчас возвращаемся в программу Сергея Зацепина «Неполиткорректное ток-шоу». Номер телефона в студии 847-400-5200. Итак, мы говорили о том, что на сегодняшний день происходит в городе Балтимор, штат Мэриленд. Вот наш радиослушатель, который посоветовал всем вам посмотреть программу HBO, которая называется «Wire». Это действительно очень полезный совет, потому что вы просто получите полную картину того, что там происходит в этом городе. Я, в отличие от этого радиослушателя, был в Балтиморе, правда, был там в лучшие времена, до президента Обамы, во время президента Буша-младшего. И я вам скажу честно, это действительно потрясающий город. Он очень красивый. Это, во-первых, давайте говорить так. Штат, то есть город Балтимор находится в штате Мэриленд. Мэриленд – это штат, соседствующий с нашим Вашингтоном. И я вам скажу, там действительно в этом штате сумасшедшие красивые места. Кстати, вот одним из таких мест называется Бетеста, городок, в этом городке находится госпиталь, в котором, это военный госпиталь, в котором наблюдают, лечат, помогают всем высокопоставленным лицам нашей страны, в том числе президентам, вице-президентам и так далее. Поэтому Бетеста Хаспирал – это действительно один из лучших госпиталей или больниц в нашей стране. Также в штате Мэриленд есть такой город, называется Анаполис. В этом городке, это небольшой городок, очень красивый, очень старинный, замечательные улочки маленькие, красивые старинные домики, домишки и так далее. Так вот, в этом пригороде находится морская академия, которая, ну вот вы все слышали, наверное, такое высшее учебное заведение, как Уэстпойнт. Это там, где учатся будущие командиры, старший офицерский состав армии и морской пехоты. Но вот именно академия морская находится в пригороде или в городке Анаполис. Она так и называется, Анаполис, на его локе армии. Там тоже занимаются вот будущие командиры высшего состава морских офицеров. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анаполис. Только что включился, прошу извиняюсь. Что там в двух словах происходит в Балтиморе? Спасибо. Да, вы как раз ничего не пропустили. Спасибо большое. Так вот, это очень обалденно красивый штат, это обалденно красивые места. И город Балтимор тоже был в свое время очень красивым, классным городом. Кстати, команда Балтимор Ориелс, это бейсбольная команда, это тоже была одна из старейших команд в нашей стране, которая имеет очень богатую историю. Итак, город Балтимор в свое время был очень красивым городком, опять же, со старинными зданиями и так далее. И все это продолжалось примерно до рецессии, когда в восьмом году серьезно бахнула рецессия, и в принципе везде были очень плохие условия, состояние экономики, очень плохая, то есть очень высокая безработица, особенно в штате Балтимор, там очень много афроамериканского населения, и в общем, короче, там действительно создались ужасные экономические условия. И вот именно для поправки этих условий президент Обама во время своей каденции попросил, причем во время первой каденции попросил у Конгресса 16 миллиардов долларов на то, чтобы помочь этому городу, который действительно попал в очень плачевное положение. И вот так как мы это все теперь узнаем, из этих 16 миллиардов было пущено в ход только 8 миллионов, а вот куда делись остальные, будем считать, 16 миллиардов, потому что вы понимаете, 8 миллионов из такой суммы это вообще капля в море. Остается только догадываться. И сегодня очень многие считают, что, конечно же, эти деньги разошлись по карманам коррупционных политиков, властей города, мэра и так далее. Так вот, но так как это еще пока не доказано, вот это именно то, что Трамп предложил, то, чем Трамп предложил заняться Элайжи Каммингс, так как он председатель комитета по надзору, Трамп ему сказал, что чем заниматься какой-то ерундой, калужин и все вот эти вот расследования моей семьи и моих финансов, вы бы лучше занялись расследованием самого себя и того дистрикта, который вы представляете. Вот, в принципе, это то, что Трамп сказал. Ну и тут же, конечно, поднялась буча, потому что ответить на это нормально, то есть конкретно у Каммингса нечем. Ну и поэтому появились такие обвинения типа, сам дурак, ты расист, ты такой-сякой, ты терпеть не можешь черных, ты никогда... Тут же притянули Эл Шарптона, которого, кстати, Трамп так и назвал Каммен, то есть аферист, обманщик, ну и который начал тут же кричать, что вот Трамп бы никогда в жизни не позволил бы себе так говорить про город с белым населением. Ну, давайте начнем с того, что Трамп ведь не просто так огульно говорил, он сказал очень предметно об очень конкретном городе, в котором действительно черт знает, что происходит, и все это еще больше усугубилось тем, значит, вы поймите, когда идет рецессия, когда идет ужасный экономический упадок, значит, единственные люди, которые на этом греют деньги, это элита, вернее, верхушка правительства, то есть это члены горсовета, это председатель горсовета, мэр города, это политики вокруг вот этой кормушки, это политики штата, вот они на этом греют руки, а все остальные люди просто страдают. Это лишний раз нам показала еще такая ситуация с ураганом Катриной, где было выделено сумасшедшее количество денег на восстановление районов города Новый Орлеан и его близлежащих там пригородов, и тем не менее должен вам со скорбью сообщить, что я и моя жена, мы уходили в плавание, наш отпуск из города Новый Орлеан, и вот нам пришлось проехаться, так просто пришлось, мы не специально это сделали, просто от аэропорта до морского порта, получается, надо проехать практически весь город Новый Орлеан. Так вот, скажу вам такую вещь, что ужаснейшее, плачевнейшее состояние этого города, то есть кое-как они отстроили два объекта, они отстроили так называемые French Headquarters, или French Quarters, прошу прощения, French Quarters, то есть это вот район улицы Борбен, там где проходят вот эти фестивали и так далее, и второе, что они более-менее отстроили, это вот тот супердом, в котором те, которые помнят, что произошло во время Катрины, всех пострадавших свезли вот в этот спортивный комплекс, называется супердом, там где играют футбол в Орлеанские Saints, так вот, в этом супердоме его превратили просто, прошу прощения, ну, не знаю даже как найти нормальное слово, кроме как слово drag, то есть, ну, дерьмо, просто превратили в дерьмо вот этот вот стадион, почему? Потому что в нем более двух месяцев жили вот люди, которых свезли со всего города, те, которые пострадали, которые потеряли свои места жительства и так далее, вот их свезли в этот супердом, и там просто, честно, там такое, в такое превратили этот супердом, там и насиловали прямо на глазах у тех, которые там жили, там, в общем, короче говоря, страшно, страшно, потому что туда свезли вот все то, что могли найти на улице, я имею в виду человеческие лица, вот их туда всех свезли без разбору, кто ты, что ты, зачем и так далее. Так вот, вот со времен урагана Катрина уже прошло сколько? 12 лет, по-моему, ничего в этом городе не поменялось. А, да, еще, прошу прощения, еще и там отстроили вот те заграждения, которые должны были сдерживать воды озера Пачатран, вот эти заграждения укрепили. Все. До сих пор жители Нового Орлеана и его пригородов, особенно там определенных кварталов, просто живут как, ну, после войны. Поэтому, когда происходят вот такие бедствия, единственные люди, которые на этом нагреваются, это верхушка правительства. Кстати, еще один пример этому. Ну, посмотрите, что произошло во время урагана, который, к сожалению, разрушил, почти разрушил остров Порто-Рико. То есть, опять же, что произошло? Смотрите, до сих пор посадили мэра города Сан-Хуан. Почему? Потому что она позволила вот той помощи, которая приходила, приходила гуманитарная помощь, которая поступала от всех штатов нашей страны в Порто-Рико, она их просто гноила. То есть, там нашли сумасшедшее количество ящиков с водой, количество ящиков с туалетной бумагой, с всякими другими продуктами гигиены, товарами гигиены и так далее. Так вот, смотрите, посадили мэра города Сан-Хуан. Сейчас там сумасшедшие протесты, жители этого острова хотят, чтобы в отставку ушел губернатор этого острова. Понимаете? Почему? Это же все не просто так. Никто для людей ничего не делает. И вот в связи с этим происходят такие ситуации, ужасные ситуации, которые произошли в Балтиморе. что там произошло, мало того, что там были проблемы после рецессии, так еще в апреле 15-го года, те, которые помнят, помнят, те, которые нет, я вам напомню, прошли ужаснейшие, ужаснейшие, просто разрушительные раяц, так называемые восстания против полицейских, в руках которых якобы погиб молодой человек по имени Фредди Грей. Этих полицейских, а точнее их было шестеро, которые его арестовали и которые его перевозили в своем вот этом воронке из района, там, где его арестовали в тюрьму, он в это время, то есть он как-то умудрился, в общем, не знаю, что до сих пор никто ничего не знает. Одни говорят, его не привязали пристегными ремнями. Вы же понимаете, когда человека арестовывают, его арестовывают, связав ему наручниками руки сзади. То есть он фактически не способен пользоваться своими руками. Тем не менее, когда его, когда приехали в тюрьму и когда открыли дверцы, он был мертв, предполагают, что либо от ушибов, либо от того, что он свернул себе шею во время, не знаю, то есть я не хочу ничего придумывать, но факт был такой, что когда произошел, во-первых, когда объявили о том, что Фредди Грей погиб, уже начались вот эти сумасшедшие райот, восстания, где громили и просто превращали этот город в груду руин. грабили магазины, грабили бизнесы, грабили дома и так далее. То есть просто жгли машины, жгли здания, жгли бизнесы. Ну, сами себе представляете, что происходит во время такого райот. Так вот, это была одна волна, а вторая волна была тогда, когда этих шесть полицейских судили, и тем не менее суд признал их невиновными. Почему? Потому что, в принципе, они его не били, они его не душили, они его не уничтожали. То есть то, что с ним произошло, скорее всего, это был либо несчастный случай, либо, в общем, непонятно, честно, непонятно, не буду никого защищать, но тем не менее, всех шестерых признали невиновными. И вот тут продолжились вот те разрушения, вернее, начали создаваться новые, которые еще не были разрушены при первых райотах. И самое страшное в том, что мэр города Балтимор, когда начались вот эта повторная волна раяц, она приказала полиции не вмешиваться и дать возможность вот этим беснующейся толпе делать все, что они хотят, мол, потом разберемся. Не пытайтесь их остановить. Она побоялась новых убийств со стороны полицейских. И, короче говоря, полиция просто стояла в стороне, вместо того, чтобы арестовывать тех, которые были замешаны в поджогах, в ограблениях. Они просто стояли, за всем этим наблюдали, как говорится, пожар должен сам себя испепелить. Ну и вот с тех пор, как это все произошло, получается, по времени не так это было давно, это всего-навсего 15-й год, 4 года тому назад. И вот с тех пор город Балтимор так и не оправился от вот этих всех ран, повреждений и террора. И самое обидное то, что с тех пор вот та мэр, которая приказала полиции не вмешиваться, ее заставили уволиться. На ее место пришла другая мэр города, которая в принципе не лучше, чем та, которая была, которая точно так же пытается сдерживать полицию, сдерживать от арестов, от преследований афроамериканцев и так далее. Ну а там больше некого преследовать. Я имею в виду сам город Балтимор. Не поймите меня неправильно, потому что вокруг Балтимора, так же, как в Чикаго, вокруг Балтимора очень много красивых пригородов, где живет нормальное население, которое не участвовало в этих райотах. Просто люди себе живут и живут. Так вот, а их-то за что арестовывать, правильно? То есть получается, что арестовывать нужно только тех, которые живут в городской черте. А там сегодня из-за того, что вот представьте себе Балтимор, он в принципе небольшой городок, небольшой. Вот представьте себе наши южные районы Чикаго, да? То есть там, где происходят убийства, там, где происходит торговля наркотиками, проституция, рушатся все здания и места жительства, обворовываются бизнесы, убиваются хозяева этих бизнесов, вернее, убивают хозяева в этих бизнесах. В общем, вот такая вот обстановка сейчас сложилась в городе Балтимор. И самое интересное то, что ни Элайжа Каммингс об этом даже не упоминал, но кроме него вообще никто не упоминал о том, что происходит сегодня в Балтиморе. Так вот, вот то, о чем говорил наш радиослушатель вот в этом сериале «Вайр», вот там показывается, в принципе, полностью все то, что происходило и происходит в этом городе. Но, должен вам сказать, я, кстати, не знаю, или у нас есть слушатели из города Балтимор, может быть, пригородов, если есть, пожалуйста, позвоните 847-400-5200, я бы очень хотел с вами на эту тему поговорить, но некоторые корреспонденты, как телеканала «Вакс Ньюз», так и других телеканалов и газет, в принципе, побывали в этом городе, вели репортажи из этого города, так вот, буквально вчера, нет, не вчера, это было в пятницу, я слушал очередную радиопередачу по WLS, позвонила одна женщина, которая живет, жительница пригородов Балтимора, и она сказала, что ее семья является держателями сезонных билетов на команду «Ориолс». То есть, вот всю свою сознательную жизнь, она уже не молодая женщина, она помнит, что в ее семье всегда были вот эти билеты, за которыми закреплены определенные места на стадион в Балтиморе, на игры команды «Ориолс». Так вот, представляете себе, какая ужасная ситуация в этом городе, если люди, которые держали сезонные билеты, начинают их сдавать. Почему? Потому что нормальные люди боятся ехать из пригородов в город Балтимор на эти игры. Во-первых, они боятся туда ехать, во-вторых, они боятся пройти от паркинга до стадиона, а еще больше, они боятся пройти от стадиона обратно в машину. Представляете себе вот эту ситуацию в Балтиморе? Это вот примерно такого типа, как те, которые бывали на играх «Чикаго Камс» или на играх «Чикаго Вайт Сакс». Кстати, я помню, как бы ни было плохо в районах старого «Камейский парк», это 31-я и «Хайвей», там никогда никто не сдавал сезонные билеты. То есть люди могли сдать билеты, потому что «Сакс» вообще не играли в принципе, но никогда не сдавали билеты по поводу того, что там происходит. Почему? Потому что, по крайней мере, чикагская полиция всегда имела возможность предотвратить, по крайней мере, вот в районе этого парка было достаточно полиции, чтобы люди не боялись туда ехать. Так вот, представляете себе на секундочку, если бы наши болельщики начали сдавать потихонечку. Кстати, «Чикаго Стадиум», там, где играли наши «Блэк Хакс» и «Буллс», до, по-моему, 96-го года, если я не ошибаюсь, да, или 94-го, «Чикаго Стадиум», когда был, когда построили «Юнай Рецану», ты не помнишь? А, вот 96-й. 96-й, вот, да, 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 это у меня уже, тут Яша сидит в помощниках, так что могу на него рассчитывать. Так вот, как бы не было плохо в районе так называемой «Мэдисон Стрит», которая шла, вела к этому «Чикаго Стадиум», там бомжи жгли костры в бочках в этих 55-галлонных и так далее. Но никогда люди не боялись ехать на вот эти вот матчи. Другой разговор, что не всем хотелось. Но, то есть, вот вы себе можете представить, насколько ситуация плоха в городе Балтимор, если люди сдают сезонные билеты на игры этой команды. Это раз. Во-вторых, брали интервью у некоторых жителей именно самого города Балтимор, причем жители афроамериканцы, которые говорят, мы бы с удовольствием уехали. Из этого города мы просто не можем, у нас нет денег, у нас нет возможности уехать. А другие говорили, что мы никогда за всю нашу жизнь в этом городе, мы никогда не видели такой ужасной ситуации, которая происходит сейчас. Поэтому вот из-за этого и произошли вот эти вот перепалка Трампа с Каммингс. И очень многие скажут, вот зачем он, мол, не трожь, сами знаете, что вонять не будет, вот зачем он его затронул. Я вам скажу, зачем. Трамп, он действительно, это человек, который, вот он когда видит что-то, он обязательно к этому истерии. Если он видит что-то неправильно, он обязательно к этому привлечет внимание. Обязательно. Неважно, нравится вам, не нравится, хотите вы этого, не хотите. Это человек, который действительно заботится о том, чтобы людям было лучше. Он плевать хотел на вот эту, на это болото, на эту элиту, на эту верхушку, поэтому его так ненавидят. Но Трамп делает все для того, чтобы просто простым людям жилось как можно лучше. Отсюда безработица нулевая практически, отсюда зарплаты повышаются, отсюда налоги понижаются, понимаете. То есть это все ведь делает Трамп. Ведь за все время существования как республиканской партии, кроме вот Регина, который попытался в свое время что-то сделать, которого точно так же демократы обманули с эмиграционной реформой. Вот кроме него больше никто палец о палец не ударил. Не даже Буш старший, не Клинтон, не Буш младший, не Обама тем более. Понимаете, поэтому Трамп, вот он такой человек, если он видит, что люди живут плохо, он обязательно должен к этому привлечь внимание. И самое интересное то, как бы демократы хотели или не хотели в этом признаваться, именно благодаря Трампу и его вот этим наводкам, все-таки условия улучшаются. Вот смотрите, вспомните тот, то время, буквально сколько, пару лет назад, когда происходила вот эта ерунда с Коперником и с NFL, с лигой, футбольной лигой, да, вот когда Трамп высказался против Коперника и против всех тех, которые отказываются признавать гимн и признавать флаг Соединенных Штатов, когда он выступил против председателя лиги NFL, на него тут же покатились бочки. Вот он, этот, расист, он ненавидит это, он ненавидит то, люди пытаются бороться за права человека, это первая поправка и так далее. Трамп плевать на это хотел. Он сделал то, что он сделал, он сказал то, что он сказал, и вот смотрите, как, вот как из этого, из этой ситуации все-таки вышли лига с победителем. Почему? Потому что все-таки обратив на это внимание, и когда люди начали сдавать свои билеты, когда люди перестали смотреть игры, когда люди, когда ужасно упала посещаемость этих игр и просмотры этих игр по телевизору, лиге пришлось очень быстренько как-то с этим бороться. Хотя они кричали, мы не вмешиваемся, это личное мнение каждого из наших игроков, но им пришлось с этим бороться. Почему? Потому что иначе они бы просто потеряли деньги в самой лиге, именно из-за того, что телевизионные игры не просматривались, и посещаемость на стадионах была вообще просто, ну, никакая. Понимаете? То есть, все, что Трамп делает, да, это вызывает, конечно же, у его противников, у его, даже у республиканцев, так называемых rhinos, Republicans in the name only, это вызывает раздражение, это вызывает гнев, но, как правило, потом что-то меняется к лучшему, и уже потом забывают, что это все изменилось именно благодаря Трампу. Тут же начинают хлопать себя по плечу те же противники, которые восставали против Трампа, и кричать, что вот это наша заслуга, мы тут такое натворили, мы тут такое придумали, понимаете? То есть, вот поэтому, дорогие друзья, когда вы слышите, что Трамп с кем-то ругается, или Трамп что-то делает, запомните просто одну такую вещь, возьмите это себе как, ну, вот как аксиом. Трамп никогда не делает ничего просто так. Даже когда он делает, принимает какие-то якобы, вот, казалось бы, глупые решения, или говорит что-то, какие-то глупости, он это всегда делает с прицелом, и, как обычно, он выходит в этих ситуациях победителем. Так вот, то, что произошло сейчас в городе Балтимор, будем надеяться на то, что, обратив на это внимание, все-таки улучшится ситуация для жителей города Балтимор, и, может быть, хоть что-то будет сделано для их пользы. Давайте быстренько примем звонок. Добрый день. Очень коротко, пожалуйста. Еще раз добрый день, Анатолий. Ну, расследование это будет по 16 миллиардам или нет? Спасибо. Да, спасибо. Ну, я вам скажу пока что, я думаю, что, конечно же, будет, конечно же, будет, потому что эти деньги должны были, то есть, все равно они имеют след, как бы их не заметали, этот след, они имеют след. И я думаю, что Трамп, не объявляя это по телевизору или по радио, я думаю, что он даст задание Бару точно так же проследить за тем, куда... То есть, 16 миллиардов – это большие деньги. Вот. Ну, дорогие друзья, сейчас у нас короткая реклама, потом у нас Яков Стрельщин. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ну, а неполиткорректное ток-шоу вернется в 5.30 вечера.